всем привет в этом видео расскажу вам как пользоваться фоторежимом в дэйс эдиторе вот допустим мы открыли там любую карту чернорусь по сталкеру без разницы вот у нас камера вот так она выглядит как в игре так и в эдиторе возьмем примеру модели вот бориса у нас борис нажимаем галочку использовать модель нажимаем home теперь мы можем пользоваться вот этой моделью вот у нас борис теперь мы можем двигаться и все и зададим ему допустим анимацию танец и нажимаем кнопку home все у нас замер все модели игроков которыми мы можем управлять дэйс эдиторе любая анимация которую воспроизводите при кнопке home всегда замирает то есть они не двигаются но вы можете задать им симуляцию вот здесь внизу есть кнопка режим симуляции нажимаете ее с минуту вот нажимаете ее и он будет соответственно воспроизводить ту анимацию которую вы ему задали это именно в меню эмоций вот они воспроизводятся и как только она заканчивается все он будет стоять статичную то есть но он будет двигаться как будто бы ну как но дальше он воспроизводит анимацию не будет но есть еще анимации к примеру бега либо ходьбы вот допустим делаем бег также нажимаем кнопку home все он тоже замер вот и он не двигается но здесь есть такая хитрость что если вы такую модель включите также режим симуляции он просто дальше побежит он будет бежать пока не воткнется куда-нибудь либо идти он будет это также вам поможет будущем если вы допустим будете снимать какое-то видео где вам потребуется чтоб несколько людей или один шел на заднем плане была камера но об этом дальше я вам еще расскажу то есть эта анимация вам пригодится теперь давайте посмотрим именно саму камеру вот допустим мы зафиксировали бориса как будто бы он от кого-то бежит к примеру вот у нас настройки камеры час минуту я поставлю так чтобы было видно лицо нормально бориса вот примерно так и теперь у нас есть режим где посмотреть камера здесь вот куча подпунктов более детально все подпункты вы можете перевести посмотреть но я пользуюсь сейчас вам покажу каким это замыливание переднего заднего фона примеру вот вот он замыливает передних получается фон это он замыливает задний фон вы можете поиграться там найти оптимально так чтобы и спереди и сзади было такое немножко размытие пример вот так у нас передний фон четкий задний фон у нас немножко замылили ну допустим вот так теперь добавим ночь вот так вот я думаю да пойдет и в дэй сидит ли есть источники света сейчас я вам их покажу называются они нетворк так получается нетворда их всего два это именно освещение вашей модели вашей композиции которые вы хотите сделать час минуту вернем бориса обратно вот источники света их получается два один спот он светит в одну точку вот допустим вот ведь он светит именно туда вы можете его подвинуть как вам угодно допустим сюда вот можете влево его поставить в общем можете играться им как хотите любую сторону ставите он будет светить именно туда также здесь есть игра цвета то есть можете поменять другой цвет ему пример красный желтый там без разницы то есть все цвета доступны вы можете выбирать какой хотите это вот один из источников освещения есть второй источник света вот такой вот но он светит по области то есть манипулировать им никак не получится то и изменить там свет там и так далее вот он будет как светил так он и будет светить ну такой вот как бы статичный источник света можете его там немножко опустить под землю чтобы именно сам сам вот этот фонарь не видно было но в основном он по большей части бесполезен что касаемо первого источника света то тут более гибкие манипуляции именно самого света вот допустим и вели его на бориса давайте вернем ему белый свет вот все то есть вот он светит не совсем то что нам нужно потому что он светит на ноги давайте его немного подымем именно так чтобы было лицо вот так вот тут на вот так будет чуть даже повыше вот тогда пусть будет вот так все он нам освещает именно то место которое нужно лицо вот мы его зафиксировали здесь можно сделать свет поярче вот ведь потусклее поярче то есть можете сделать абсолютно чтобы он светил там очень далеко либо вот совсем чуть-чуть чтоб только был а цвет лица вот так допустим и оставим там дальше есть еще другие настройки если вы поиграетесь я думаю там разберетесь ничего сложного например вот мы оставим вот так вот вот у нас есть источник света он светит именно на лицо и давайте добавим на задний фон допустим зомби какого-нибудь пускай вот эта тетя будет так сейчас мы поставим зададим ей симуляцию чтобы она заагрелась на нашего игрока сейчас они поставим вот все вот она заагрелась давайте так и оставим вот у нас есть допустим на заднем фоне вот эта тетенька сейчас немножко резкость давайте добавим на задний фон потому что ее совсем не видно в принципе наверное вот так пускай будет так ну и вот принципе у у нас получилось как ну подобие какой-то инсталляции примеру для скриншота он допустим человек бежит ну вы конечно можете одеть вот он какую-то одежду добавить оружие там зомби другого выбрать и так далее кучу зомби теперь по поводу камеры в days editor есть еще режим камера сейчас я вам покажу он находится вот здесь нажимаете на него вот здесь пока ничего нету и получается внизу вот здесь есть кнопка добавить вот видите нажимаете вот у вас добавилась камера нажимаете и здесь нужно всегда нажимать set from current вот эта нижняя это фиксация камеры то есть чтобы она зафиксировалась и здесь вот время допустим я сейчас вам покажу примеру вот одна камера у нас есть мы и зафиксировали добавим теперь вторую примеру вот здесь все добавили во вторую камеру также и открываете здесь указываете время ну допустим 15 пускай также и фиксируете и нажимаете кнопку run все видите пошла то есть именно камера она пошла от одной точки к другой время 15 это скорость движения к одной точке к другой то есть вы можете поиграться значениями там поставить и 100 и 5 вот допустим давайте поставим вот столько и вот видите она еще медленнее пошла то есть ну это именно скорость вот она прям совсем быстро ну там единичку можете поставить и так далее эта камера именно вперед назад также можете по кругу делать вот примеру вот так зафиксировали одну камеру там поставили ей примеру вот такое значение поставили здесь вторую камеру далее там второе значение также я зафиксировал и примеру третью камеру вот здесь мир она здесь будет заканчиваться также раз здесь уже в конце не ставите никакие цифры это уже конечно и вот пошла допустим вращение камеры вот она идет от одной точки потом идет ко второй и заканчивается третьей давайте наверное немного времени ускорим потому что не медленно идет давайте наверно поставим во втором пускай будет 5 пускай будет опять допустим снова вот она идет здесь со скоростью 10 сейчас она дойдет до второй точки и должна ускориться уже двигаться быстрее вот этот экран вы также можете буквы и закрывать ну это просто я вам показываю чтобы вы видели вот и видите она пошла еще быстрее вот она пошла на пятерки и получается закончилась вот в этой точке все то есть по камере вы можете там создавать их хоть 20 то есть все зависит там от вашего желания ну в принципе наверное все если какие-то вопросы в комментарии милости просим